Добрый день, уважаемые коллеги! Прежде всего, хотелось бы поблагодарить организаторов за возможность выступить на столь высоком форме. Итак, как можно увеличить выявляемость мутации при наследственном коварактальном раке? Для начала мы должны разобрать алгоритм терапии наследственного рака. В первую очередь, необходимо говорить о клинических критериях отбора пациентов. Эти критерии были разработаны еще до появления многих молекулярно-генетических тестов. Это именно то, с чего начинается отбор наших больных. Итак, если какой-то пациент соответствует клиническим критериям, в дальнейшем мы берем у него кровь и исследуем наследственные мутации определенных генов, в которых мы предполагаем наличие мутации, вызывающей данные заболевания. Если мы находим мутацию, мы оцениваем риски развития рака не только основного органа, но и злокачественного образования дополнительных органов. У тех пациентов, у которых мы знаем, что есть мутация, мы должны проводить клинический мониторинг не только органа мишени, но и всех тех органов, в которых есть риск развития злокачественного образования. Ну и, наконец, в том случае, когда у больного развивается, собственно, рак, мы должны выполнять объем оперативного вмешательства с учетом того, что возможны метахромные опухоли в случае сегментарного выполнения операции. Таким образом, резюмируя, стоит отменить, что генетическое исследование необходимо для объема определения оперативного вмешательства самого больного и дальнейшей его лечебной тактики, а также целесообразно с точки зрения обследования всех кровных родственников нашего пациента для возможности формирования группы риска. Очень удобно, что мутацию можно искать в любой клетке организма, имеющей ядро, и наиболее часто используются лейкоциты венозной крови. Коварактальный рак, как известно, является наиболее частым злокачественным образованием в нашей стране. В 2017 году он, уверенно, вышел во второе место по заболеваемости. Было выявлено более 70 тысяч случаев рака толстой пешки. При этом, согласно данным Кастринес и коллег, около 5, а то и 10% случаев обусловлены именно наследственной происположенностью. Таким образом, в 90% случаев коварактального рака это спорадический, около 5% семейной истории, но мы на настоящий момент не знаем генетической причины, а также есть известные наследственные формы, для которых уже установлена генетическая причина. Сегодня мы поговорим о полипозных и гомортомных синдромах. Почему мы выбрали семейный мотоз толстой кишки? Это наиболее удачная модель, поскольку клинически она довольно просто диагностируется. Это сотни или тысячи адмонатозных полипов в толстой кишке больного, возраст развития заболевания от 10 до 35 лет, то есть довольно молодой, и 100% риск развития рака толстой кишки, поэтому в случае отсутствия выполнения профилактической операции у больного обязательно развивается рак толстой кишки к 45 годам. При этом известно, что в 75% случаев данное заболевание обусловлено мутациями GEPC. Встречаемость этих мутаций у европейцев примерно 1 на 10 тысяч человек. Однако помимо колоректального рака, таких больных может успокоить развитие излокачественного образования 12-перстной кишки, фиталинной железы, у детей могут развиваться гепатоголостомы в возрасте до 5 лет, а также возможно опухоль головного мозга в составе синдрома Терко и опухоли подживудочной железы. В этой связи в качестве мониторинга таких пациентов показано выполнение эндоскопического обследования толстой кишки уже с 10-12 лет 1 раз в 1-2 года. Кроме того, необходимо УЗИ щитовидной железы, изофагогастродуоденоскопия с 20-25 лет, а также детям необходимо выполнять УЗИ печени или проверять уровень альфа-фетопротеина с 6 месяцев ежегодно. В качестве оперативного вмешательства необходимо убирать именно коопроктуктомию, то есть удаление всей толстой кишки для того, чтобы избежать развития коопроктального рака. Как я уже говорил, причинами развития семейного полипоза является наследственная мутация в гене ЭПСИ. Данный ген принимает участие в межклеточной адгезии и регуляции клеточной миграции, а также негативной регуляции ВНТ-пути. Это значит, что он отвечает за связывание белка бета-котенин, и в том случае, когда с ЭПСИ все нормально, бета-котенин связывается и фосфорилируется, в дальнейшем расщепляясь в протеосомах. В том же случае, если в ЭПСИ есть мутация, бета-котенин не связывается, он начинает проникать в ядро и взаимодействует с онкогенами, запуская процесс именно с злокачественной трансформацией. Согласно данным Ньюгенхауса от 2007 года, тяжесть заболевания характеризуется, вернее определяется, локализация мутации в гене ЭПСИ. Если она находится со 170 по 1600 кадоны, то это классическая форма, сотни полипов и коваректальный рак уже к 40 годам. Если же мутация находится прямо в центральном участке гена ЭПСИ, с 1250 по 1464 кадоны, то это тяжелая форма, тысячи полипов и коваректальный рак уже в возрасте 30 лет. В нашем центре с 2012 года была проведена довольно большая работа по поиску наследственных мутаций в гене ЭПСИ у больных с сотнями и тысячами полипов в толстой кишке. Всего было изучено 108 пациентов, моложе 45 лет, с классической тяжелой формой полипоза. Мутации в гене ЭПСИ были найдены у 78 человек, что составило 72%. Это довольно высокий процент, потому что в различных европейских работах частота мутации варьирует от 50% до 80% мутации. 19 найденных нами мутаций было выявлено впервые в мире, и все они были внесены в международную базу данных Human Genet Nutrition Database, что позволило ее обогатить более чем на 1% новых вариантов. Для поиска наследственных мутаций нами использовались стандартные молекулярно-генетические методы. В первую очередь это конформационный чувствитель электрофорез, метод SCP, то есть метод его полиморфизма, и все те пациенты, у которых мы находили изменения на электрофорезе, в дальнейшем были секвенированы с помощью секвенирования по методу Сенгерл, то есть с золотым стандартом. У одного из наших 108 пациентов мы нашли мутацию, локализованную до 170-го кордона, что позволило нам говорить о целесообразности изучения всей кодирующей последовательности генной ЭПС у пациентов с классической формой полипоза, а не только участка с 170-го по 1600-й кордона. Кроме того, поскольку у наших больных, имеющих мутацию в регионе с 250-го по 1300-й кордона, возраст развития рака составил 34 года, а при носительстве любой другой мутации всего 33 года, то никакой существенной разницы мы не нашли и считаем, что нецелесообразно уделять тяжелую форму, поскольку любому мутискописту будет трудно посчитать сотню пациента полипов или тысячи, обычно он устанавливается уже после 150, и это у наших больных не играет роли в плане возраста развития рака. В одном случае 33, в другом 34, поэтому мы объединяем тяжелую классическую форму и у всех пациентов, имеющих более 100 полипов, изучаем весь ген ЭПС. Тем не менее, у 30 наших больных, молодых, имеющих большое количество адмонтозных полипов в толстой кишке, мутации найдено не было. В этой связи мы изучили ген MutualH или ген MIG, который был открыт в 2002 году, и нашли у одной нашей пациентки гетерозиготную мутацию в 13-м экзоне данного гена, а еще у одной больной две компаунт-мутации гене MIG. Стоит отметить, что для данного синдрома для развития заболевания все-таки необходимо наличие двух мутаций. Но даже если мы учтем, что эти две пациентки имеют мутацию гене MIG, у нас еще остается 28 образцов, среди которых мы отобрали тех пациентов, которым мы решили исследовать, провести дальнейший молекулярно-генетический поиск. Для этого мы избрали, скажем так, тяжелую артиллерию, это высокопроизводительное секвенирование сразу, секвенирование всего экзона, которое позволяет нам выявлять мутации в любом кодирующем гене и, соответственно, дает возможность анализировать любые наследственные варианты. Однако у данного метода есть и недостатки. В первую очередь, это ограничение выявлений средних и крупных дирекций или вставок, в зависимости от того протокола, который вы будете использовать. Кроме того, мы получаем большое количество избыточных данных, это высокая пока еще цена исследования, и сложность анализа, что говорит о слесообразности введения не только одного, но, возможно, и второго биоинформатика, чтобы всегда иметь второе мнение. Итак, мы исследовали семью, наиболее интересную, которая у нас имелась в нашей коллекции. Мы хранили три ДНК больных, то есть трех пациентов, а также ДНК двух здоровых родственников и одного сына нашей пациентки не было известно, больно он или нет. Поэтому мы его, конечно, тоже следовали, но мы не брали его как имеющего заболевания или не имеющего. Таким образом, в соотношении больных и здоровых у нас было точно три к двое. Нам очень повезло, что в этой семье довольно большой разброс, то есть наши родственники, у которых имеется заболевание, являются троюродными, а то и четвероюродными братьями. Таким образом, это позволило нам исключить большое количество пересекающихся вариантов, поскольку это все-таки довольно дальнее родство, и мы нашли тот единственный ген, в котором у всех наших родственников была мутация. Выяснилось, что это ген НСУН-7. Что известно про данный ген? Он является участником семейства метеотрансфераз, располагается на четвертой хромосноме, включая 12 зонах, 11 из которых кодируют непосредственно белок. В базе данных Human Gen Mutation Database, это наиболее известная база данных, единственной патогенной мутацией этого гена является стопкодом в 141 положении. Эта мутация была описана в Иране, в 2015 году у пациентов одного из больных остеоноспермии. Необходимо отметить, что заболевание остеоноспермии это довольно частое заболевание у мужчин, встречаясь примерно в 12% человек. В то же время мы не знаем, исследовалось ли у этого пациента с остеоноспермии состояние толстой кишки, в каком возрасте у него была найдена мутация и был ли у него вообще полипост, непонятно. Однако, данный ген был исследован китайскими коллегами после выхода иранской работы. Они провели изучение порядка 100 пациентов с остеоноспермии и не нашли ни одного патогенного варианта в гене инсульсии. При анализе нашей мутации необходимо отметить, что это довольно интересный вариант. Здесь мы видим вставку и делецию двух нуклеотидов, делецию стандартных нуклеотидов и вставку двух нуклеотидов А. Причем, если говорить о первом изменении ТНА, то мы сразу увидим стопкодом, который встретился в доступных базах данных ДОМАТ с частотой примерно 2 на 160 тысяч человек, примерно 1 на 80 тысяч. Напомню, что частота семейного полипоза 1 на 10 тысяч. Здесь частота встречаемости первой мутации составила 1 на 80, что не противоречит возможности ее участия в развитии адоматозного полипоза, поскольку клинических данных не представляет эта база данных о своих пациентах и тех, кого они исследовали. И более того, мы знаем, что довольно часто это являются молодые люди в возрасте до 30 лет, которые просто попадают как популяционные исследования, и никакой клинике о них неизвестно. Вторая мутация была описана в базах данных EXACT и TOP MET. Она встретилась с частотой примерно 1 на 7 тысяч и 1 на 20 тысяч в этих базах данных. Однако клинической значимости ее тоже неизвестно, и стоит отметить, что двойного изменения обоих нуклеотидов не описаны еще ни разу ни в одной известной базе данных. Таким образом, мы решили, что мы действительно возможно открыли новый ген семейного полипоза, причем интересно, что все гены, которые были открыты после обнаружения гена EPC, были эти данные опубликованы в довольно серьезном журнале Nature Genetics, независимо от того года, в каком они были найдены. Импакт фактора этого журнала составляет 25, и, конечно, мы обрадовались, потому что тоже решили, что сможем попасть в это серьезное научное издание. Однако, прежде чем публиковать статью, мы решили все-таки посмотреть, есть ли какие-то данные по встречаемости этой мутации генинсун в России. Мы поговорили с представителями лаборатории ДНК-диагностики медиогенетического научного центра, они открыли нам данные, свои базы данных, в которых было уже секвенировано около тысячи образцов, причем это были экзомы и геномы, и мы выяснили, что частота встречаемости именно нашей мутации, то есть изменение двух нуклеотидов составляет примерно 2 на тысячу образцов. Таким образом, частота встречаемости этой мутации в 20 раз выше, чем частота семейного анматоза толстой кишки. И, конечно, мы не можем говорить о том, что данный ген является причиной развития полипоза. Однако, мы не расстроились и решили, что нам необходимо продолжать поиск, и что же мы сделали в первую очередь, мы взяли другого биоинформатика и дали ему наши сырые данные. И оказывается, что это был довольно серьезный и известный биоинформатик Федор Коновалов в Москве. Он позволил, его анализ позволил нам найти гетерозиготную делецию участка пятых ломосомы, то есть большую делецию, которая включала второй шестнадцатый экзон гена EPC, а также еще и участки других генов. При этом Федор сказал, что, конечно, результат требует тщательного сопоставления с клиническими признаками и обязательного подтверждения наличия делеции каким-то другим референсным методом. Стоит отметить, что реальная клиническая картина мутации, как вы видите, это выпадение всего гена EPC, а также других генов СЕРП-19 и РЭП-5. Да, с помощью метода MLPA от производителя MRC-Holand мы подтвердили наличие этой мутации. Таким образом, мы знаем, что причина развития полипоза все-таки является мутацией ген EPC в данной семье. Что же мы решили в дальнейшем? У нас было три семьи, где мы могли поискать гена, то есть это было несколько родственников, не один пациент, а минимум три или четыре от родословной другой семьи. Вы видите, у нас было три образца крови, но мы решили, что в данном случае мы начнем с метода MLPA. И действительно, в данной семье мы нашли мутацию дилетцию промоутерного участка гена EPC, это уже в общем-то описанная мутация, и патогенность ее была подтверждена. Таким образом, мы, конечно, не стали в этой семье проводить методы исследования методом МГС. Еще третья наша семья, в которой также имелось несколько случаев полипоза, и у нас были образцы, с помощью метода MLPA мы установили, что там выпадает практически большая часть кодирующей последовательности гена EPC, и данная семья также была исключена из последующего поиска. В результате стоит отметить, что среди 28 наших больных, у которых не было стандартными методами найденного мутации геней EPC, большие дилетции с помощью метода MLPA были обнаружены у пяти человек. Таким образом, частота больших дилетций в российской популяции была равна встречаемости мутации сайта сплайсинг, который мы нашли стандартными методами. Конечно, целесообразно говорить о необходимости изучения всех больных с полипозом, по крайней мере, с классической его формой, при отсутствии точковых мутаций с помощью метода MLPA. Однако, и высокопроизводительное сквинирование нам, в общем-то, помогло. Среди оставшихся 23 больных, мы нашли 4 мутации в генах других синдромов полипоза. Так, у одного больного была выявлена гелетирующая мутация в гене ПОЕ, что, в общем, совершенно нормально для адоматозного полипоза. Однако, интересно представляется тот факт, что у двух больных мы выявили мутации в генах СМАТ-4 и БМПР-1-Альфа. А эти гены отвечают, мутации их отвечают за развитие не адоматозного, а ювенильного полипоза. Однако, при анализе ситуации мы выяснили, что пациенты к нам попали в возрасте после 18 лет, а удаление толстой кишки у них произошло от 10 до 14 лет, то есть, действительно, в детском возрасте. Поэтому мы и считали, что у них возможно адоматозный полипоз, что они предоставили нам те выписки из своих учреждений, в котором, так и говорилось, диффузный полипоз толстой кишки. Тем не менее, на самом деле, у них имел синдромомартонный полипоз. И еще одна мутация, это довольно интересный случай, это синдром Пейца-Егерца. Пациентка также была оперирована в возрасте 14 лет, и, что интересно, у нее не имелась пигментация вокруг рта, которая характерна более чем у 90% больных синдромом Пейца-Егерца. Именно поэтому мы также отнесли ее к семейному адоматозу толстой кишки. Резюмирую сказанное, стоит отметить, что если изначально у нас имелись данные о 80 мутациях, то в дальнейшем при изучении 28 образцов с помощью метода MLPA мы нашли 5 больших геней и 4 других генополипоза. Таким образом, среди 28 пациентов, у которых изначально не было молекулярно-генетической причины, у 9 мы нашли собственно эту причину, и это довольно высокий процент, то есть 30% больных, которых сначала не было генетического диагноза, он появился. Более того, мы хотим отметить, что если бы у нас имелись образцы семейных, семейные случаи, то есть хотя бы 3-4 случая в каждой семье, вот эти 28 человек, то, конечно, мы могли бы поискать еще какой-то ген, но в большинстве случаев у нас все-таки имелся образец только одного больного из семьи, поскольку остальные пациенты погибли, все-таки короттальные аркадроли тяжелые заболевания, и поэтому однозначно мы можем говорить именно о 9 выявленных мутациях. Все, о чем было сказано ранее, относится к идеальному миру классической генетики. Я имею в виду то, что в каждой клетке организма у пациента есть как мутантный аллель, так и аллель дикого типа. Именно поэтому секвенирование, стандартное секвенирование по методу Сенгеля примерно находится отношение аллели мутантного и нормального один к одному, и это всегда очень удобно и приятно. Однако, как мы знаем, мир довольно тяжелая штука, и не всегда классическая картина имеет место у пациентов с полипозом. Так, для данных больных характерно ослабленная форма данного заболевания, которая встречается довольно редко, примерно в 8% случаев. У этих пациентов в толстой кишке менее выявляется 100 полипов, возраст развития рака после 50 лет, и только в 20% случаев найдены мутации в гении ЭПС. Кроме того, у пациентов может развиваться рак щитовидной железы и 12-перстной кишки. В этой связи им показано эндоскопическое удаление единичных полипов, а проведение коопропоттомии в существенно более позднем возрасте относительно семейного томатоза толстой кишки, возраста после 50 лет. Если классическая форма полипоза определяется наличием мутации в центральном участке гена ЭПС, то ослабленная форма полипоза, согласно данным Нью-Венхауса, обусловлена мутациями в краях гена и в регионе 9-го X-зона. Эти данные были подтверждены и на нашей работе. Было несколько десятков пациентов обследования имеющих менее 100 полипов и мутации в гене ЭПС были обнаружены только по краям гена ЭПС. Наиболее часто это 5-штрих участок гена ЭПС. Возраст наших пациентов составлял от 48 до 66 лет, а количество их полипов от 40 до 100. Вот таких нескольких человек нашли мутации в гене ЭПС. И вот нам поступает пациентка в возрасте 52 лет, количество полипов у которой составляет около 20, а также рак сигнализной кишки. Мы изучаем те участки гене ЭПС, которые характерны для ослабленной формы заболевания, не находим там мутации, тем более полипов только 20, изучаем ген МутВАИЧ, мутации тоже не обнаружено, и, собственно, выполняем и сегментарную резекцию по удалению гене ракального рака и санацию от этих 20 полипов. Однако наша пациентка решила провести расширенный генетический поиск за границей, собственно, ей провели исследование 97 генов спрессоров опухоли, и, что интересно, выявили мутацию в гене ЭПС, причем довольно тяжелый стопкодон в середине гена. Однако верификация методом сегментарии по СЭНГИРу у данной больной не выполнялась. Стоит отметить, что мутация локализовалась именно в том участке гена, который мы не изучали, поскольку у больного было всего 20 полипов, а у нас в том момент имелось несколько пациентов, имеющих мутации с 800 по 900 и у всех было более 300 полипов толстой кишки, мы специально пересмотрели, и у большинства был уже короттальный рак до 35 лет. Наши же больной, как мы помним, 52 года. Конечно, эта ситуация нас очень удивила, мы решили проверить наличие мутации у нее методом СЭНГИРа. Здесь вы видите собственно кадр с экрана компьютера, и вот этот небольшой печок является мутацией по данным израильских коллег, которые собственно приводят у нее к развитию аденоматозного полипоза. Конечно, мы решили, что это довольно небольшая концентрация, и решили проверить собственно эту ДНК с помощью метода НГС. И выяснили действительно, что только у 14% мутации мутантного аллиля имеется в клетках нашей пациентки. То есть, как правило, большинство клеток у нее мутации не имеет, а только у 14% есть замена одного нуклеотида на другой. Собственно, это и есть причина развития мозаичной формы полипоза. Как же появляется мозаичная мутация? Если мы говорим о механизме развития, когда у нас сперматозоиды с яйцеклеткой не имеют наследственных мутаций, то и зигота тоже будет без мутации. При первом делении может не произойти мутация ни в одной хромосоме, тогда у нас уже будет две клетки без не имеющих мутаций. И вот, например, при втором делении, как у данной больной, одна из хромосом получает соматическую мутацию, и в дальнейшем все клетки, которые будут делиться уже из этой клетки, будут иметь мутацию. если в классическом генетическом мире у нас количество мутаций равно количеству аллелей дикого типа, то при мозаицизме мы получаем организм, в клетках которого довольно часто встречаются разные генотипы. Большинство клеток не имеют никаких мутаций, но некоторые клетки собственно будут иметь мутантные аллели. Из этого следует, что для поиска мозаичных форм заболевания целесообразно исследование с помощью НЖС секвенирования. При этом, как мы считаем, чтобы поймать мозаичные мутации, появившиеся уже на втором делении зиготы, целесообразно покрытие не менее 100. То есть тогда мы действительно можем сказать, что мы найдем эти 13%. Если же мы хотим поймать мозаику, появившуюся при делении зиготы на третьем делении, то тут уже покрытие секвенирования должно быть не менее 500. Это довольно существенно удорожает процесс молекулярно-генетического анализа. Поэтому мы решили, что мы останавливаемся на покрытии 100 и, собственно, будем ловить мозаиков с частотой порядка 12,5% мутантного аллеля. Далее мы решили выяснить, бывают ли мозаичные формы при других полипозах. И для этого решили исследовать так называемый синдром Пейтс и Егерса. Он был впервые описан в 1921 году. Является довольно редким заболеванием, примерно в 10 раз реже, чем семейный аденоматоз толстой кишки. И для него характерны не аденоматозные, а гомортомные полипы желудочно-кишечного тракта с высоким риском развития рака. В 1998 году был выявлен ген СТК-11 серийный тренинг геназа, мутации в которых довольно часто находят у больных данным заболеванием. Ген кодирует белок, участвующий в регуляции клеточного цикла, апоптозе и поддержание метаболизма и полярности клеток. Для отбора пациентов с синдромом Пенси-Егерса Всемирной Организации Здравоохранения разработал три основных критерия. Это два или более гомортомных полипов в тонкой кишке, типичная пигментация кожи вокруг рта и семейная история синдрома Пенси-Егерса. В том случае, когда выполняются два любых критерия, пациенту клинически ставится данный синдром. Основываясь на этих критериях, у нас было отобрано в центре 20 больных за 8 лет, действительно довольно редкое заболевание. При этом методом Сенгера у них было обнаружено 12 мутаций в гене СТК-11. Поэтому в дальнейшем у 8 оставшихся пациентов мы применили метод MLPA и нашли одну большую делицию данного гена. И с помощью метода NGS нашли действительно мозаичную форму тоже 12,5% мозаичную мутацию в гене СТК-11. Таким образом, среди 8 пациентов, не имеющих мутации стандартными методами, у 25% человек мы нашли дополнительную мутацию большую делицию и мозаичную мутацию в гене СТК-11. В заключении резюмируя все сказанное, мы считаем, что помимо стандартных методов молекулярно-генетического исследования у тех больных, у которых не найдены молекулярные причины, целесообразно исследовать сначала основные гены методом MLPA в дальнейшем при отсутствии мутации поиска мозаичных мутаций с помощью метода NGS в тех же основных генах, в том случае, когда это не помогает целесообразно исследовать панель хотя бы из сотни онкогенов или геносупрессоров в опухоли, если это не поможет найти причину. Целесообразно действительно исследовать экзом или геном, но здесь мы должны говорить о тех случаях, когда у нас все-таки есть несколько образцов заболевших в одной семье, поскольку картировать ген на одном пациенте довольно трудно. И в том случае, когда мы и не находим в этой ситуации, на наш взгляд возможно поменять биоинформатику. Может быть это и поможет. В заключении хотелось бы сказать спасибо всем коллегам, которые помогали в проведении данной работы, это клиницисты и участники отдела лабораторной генетики, а также сказать спасибо всем за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!